Всем привет! Сегодня заключительный выпуск офсайда в этом году. И вы наверняка ждете какого-нибудь особенного гостя, возможно, Человека Года. Он не играл в чемпионате МГУ, не получал медали чемпионата ОПК и Кубка Ректора. Но вряд ли в МГУ в футболе найдется человек, который его не знает. Виктор Блатов, также известный как человек, который возит всех до слез. Здравствуй, Витя. Привет, парни. Привет. Витя, привет. Ожидали, что тебя позовет на годний выпуск великолепной передачи? В связи с чем были связаны такие ожидания? Забиваю много, отдаю много, поэтому и позвали, я думаю, что сейчас я просто так немножко в центре внимания. Надеюсь, ненадолго, конечно, но все равно. Скорее всего, ненадолго. Слушай, Витя, вот ты начал участвовать в чемпионате ОПК, еще обучаясь в школе. Ты поступал в МГУ для того, чтобы снизить вот этот лимит на легионеров какой-то? Или для чего ты вообще поступал в МГУ? Я сразу решил, что я буду поступать именно туда, потому что мне идти 5 минут до МГУ. То есть это единственная причина? Ну, это было еще связано с тем, что вот в ОПК я играл за командой, где все мои друзья учились в МГУ. И они бы мне помогли как-то адаптироваться и к МГУ футболу, и в целом к учебе на факультете. А что это за команда была? Галактикос. Они сейчас в первом дивидионе играют. А вы туда попал вообще? Ну, я учился в школе с этими ребятами, они старше меня на 2-3 года. И вот в классе в 10-м, когда я был, по-моему, они меня позвали, и я перешел за них просто как легионер играть. Потом вышли в вышку сразу же, в этом же сезоне. Случайное совпадение просто. И какое впечатление у тебя было от МГУ футбола? Только положительное именно от футбола, но не положительное от полей. А ты тогда уже еще играл на асфальте? Или уже на зеленом? Уже на зеленом, но все равно. Ну, тогда о чем ты говоришь? О каких неудовольствиях? Вы, конечно, играли на асфальте, еще там сейчас... Конечно, на асфальте мы играли. Нет, я не играл на асфальте, я пришел и как раз построили вот эти поля замечательные. Молодежь. Да. А скажи, пожалуйста, а как ты вообще оказался на феяре вообще? Расскажи немножко. Не знаю. В общем, очень сложно объяснить. Я всегда в школе просто достаточно легко давались языки. Я просто погуглил немножко, какие факультеты вообще есть связанные с языками. Я посмотрел вышки в Ранхиксе, но их не оказалось не так много. И в Яромгу находился просто, ну... То есть сейчас новое метро построили, там в трех минутах от моего дома. Слушай, Витя, ну, смотри, ходят слухи. Так. Не о тебе, а вообще, в принципе, такой стереотип сложился о том, что футболисты не очень умные. Как тебе вообще удалось поступить? Это правда, все просто везение, на самом деле, да. Везение? Да. А тебе? Я умный. Я исключение. Но не футболист. Поэтому я и не футболист, понимаешь? Надо одно исключить, как бы, либо футболист, либо умный. Ну, Гусь, ты... Я не умный и не футболист. Ну, Гош, ты не футболист. Так вот, вернемся к Фиару. Ты когда поступал, вообще знал, есть ли сборная на факультете или нет? Нет, не знал. Типа было все равно? Мне было все равно. Но я был уверен, что я буду играть, ну, что буду вообще в центре МВУ футбола, что я буду играть в УПК. Но мы вышли в вышку, мне сказали, это самый крутой дивизиум сейчас. Я говорю, все хорошо, здорово. Был уверен, что в сборную попаду. Когда увидел первый раз на тренировке, вас сразу понял, что попаду. Мы специально поддавали, чтобы ты почувствовал вот эту уверенность в себе. Я понял, да. Ну, и был уверен, что я буду играть и наслаждаться футболом. Ну, вот смотри, у нас в сборной МГУ есть мини-футбол, большой футбол, это всем ясно. Тебе что больше нравится? Ну, вот, по крайней мере, в данный момент мне гораздо нравится больше Минько. Потому что там пришел просто великолепный тренер Маркин, который тренирует, если не ошибаюсь, молодежку КПРФ. И который ставит там действительно игру, как у профессиональных мини-футболистов. Мне это очень интересно. И действительно, за два месяца мы смогли набрать огромное количество умения в футбольном плане и в мини-футболе тоже. Расскажи немножко, ты вообще где играл в футбол? У тебя какая профессиональная школа какая-то есть? Двух слова. Ну, я начинал в клубной лиге, потом лет в 14, наверное, перешел уже в премьер-лигу, то есть на одну ниже. И закончил школу Росич. Ничего особенного в общем. Тебе этого хватило? Говорит выпускник Динамо. Нет, выпускник Динамо это серьезный уровень. Ну, да, мне этого хватило. Или ты чувствуешь, что проигрываешь там, там, уже Аксену или Цири? Я определенно не чувствую, что кому-то вообще проигрываю. У нас уже есть рубрика, это топ-3 футболиста в МГУ. На данный момент? Ну, первое, второе. Ну, нет, если не считать Георга Саркисова, конечно же, потому что он больше не играет в сборную МГУ, но это топ-1 без вариантов, тут все согласятся, то первое место разделят Георгий Гусев и Егор Гулевский, безусловно. Ну, это просто лучший ребят. Один закончил Динамо, второй Спартак просто уровень. Второе место, я думаю, что, ну, вот ребята, которые первый курс, то есть я не хочу их сравнивать, там, Игорь Цирин, Аксен, Паша Аксенов и вратари, которые пришли, Гриша и Жора, очень хорошие. И они действительно усилили нашу команду. Ну, а третье место, не знаю, думаю, что по третьему месту нет. Вот эти ребята выше на уровень, безусловно, всех остальных, а третье место уже там можно определять очень много, 10 человек как минимум. Слушай, Вить, вот наблюдая за тобой на поле, мы очень часто замечаем о том, что игра у тебя идет лучше, когда ты играешь на паркете, да, когда ты выступаешь на большом поле, как-то ты смотришь себя не так ярко, возможно, да. С чем это связано и почему так вот происходит вообще? Ну, я, если честно говорить, я, в общем-то, главная моя задача – это забивать голы и в мини-футболе, и в большом футболе, и я, по сути, забиваю там и там. Да, на большом поле не так много, ну, просто потому что в мини-футболе больше голов. Ну, и связано это, наверное, с тем, что я не самый скоростной игрок, мягко говоря, и в целом из-за моих габаритов. Очень часто мы можем видеть твой отца на трибунах. Да. Правда ли, что он достаточно часто, если не всегда критикует тебя и очень мало хвалит? Ну, это мне помогает очень часто. То есть, ну, чтобы я сыграл хорошо, по его словам, этого не бывает вообще. Сколько бы я не забил, сколько бы я не отдал, что бы я вообще на поле не сделал, даже если просто там счет 10-0, я забил 10, это на него никак не повлияет. Он скажет, что я там потерял, там ошибся и где я был неправ. И это действительно подстегивает меня. То есть, я думаю, что если бы он меня хвалил, вот, он 7 лет, он прям 7 лет начал критиковать. Любое действие на поле совершенно. И это мне помогало. А мама? Она интересуется футболом не особо сильно, не так, как отец даже близко. Но она просто говорит, как сыграли, я говорю, проиграли. Она говорит, ну, бывает, да. Как любая мама, я думаю. Витя, скажи, пожалуйста, а нет ли у тебя идеи такой, вот, например, заявить сборную Фияра в чемпионат МГУ? Ну, Артем Холодко уже заявлял, там, вот, свой этот экзотический факультет очередной, там. Она была, но я, в общем-то, пересекся с ребятами, которые когда-то играли в футбол, там, один из них мне говорил, что, ну, да, я на втором курсе, я, там, в 7 лет во дворе играл, давайте, типа, сборную сделаю. Я говорю, да, очень интересно будет, там, играть со сборной, где, там, половина профессионалов бывших. Ну, это неважно, я все равно хотел играть, но нас набрало 4 человека. То есть, мы планировали взять девочку, самую крупную с факультета, чтобы на ворота поставить. Страфическая ситуация, наверное, в файле. Да. И 5 парней, и 2 ремки. Но такой план, к сожалению, не сработал, потому что я решил, что это будет некорректно так делать. Слушай, ну, вот, правила чемпионата МГУ запрещают заявляться за другой факультет в ситуации, когда у тебя нет своей команды на своем факультете. Что ты думаешь вообще по этому поводу? Ну, это совершенно, как по мне, глупое правило, если так можно сказать. То есть, человек, который хочет играть, то есть, например, я проведу пример, 2 человека, которые, ну, сборную МГУ, скажу так, играют ключевые роли. Я и Антон Андрианов, у которых нет сборных. Я не готов играть, ну, совершенно за любую сборную. То есть, я бы не назвал шурфак суперсильной сборной, но когда я пытался уговорить кого-то из организаторов просто перейти туда, он сказал, нет, это превратится в турнир друзей. Но мы-то говорим только об исключении из правил, а не в целом о том, чтобы просто брать и миксовать сборную каким-то образом. Вот я, ребят, с вами давайте не соглашусь здесь. Можно? Ну, если говорить на самом деле о тебе лично, ну, наверное, ситуация, естественно, сложная. Наверняка у вас футболистов вообще парней нет. У нас реально действительно получится так, что много сборных не будет заявляться просто потому, что люди, понимая то, что они могут заявиться за более сильные сборные, будут потихоньку туда перейти. Тебе не кажется, что люди, это будет единичный случай, а люди, которые остались на факультете, хотят заявить, допустим, тот же факультет? Ну, то есть, условно, если я захочу перейти на Мехмат, а журфак заявит свою команду, у меня уже не будет такой возможности. То есть, это, ну... Нет, хорошо, это с одной стороны, а с другой стороны, чемпионат же станет только сильнее от прихода таких игроков, как Виктор и Антон. Я согласен с тем, что занижать конкуренцию не стоит. А сейчас мы дадим несколько советов для всех, кто хочет собрать свою команду для участия в чемпионате ОПК или Куб Корректора, но не знает, как раскрутить свой клуб. Ответ прост. Социальные сети. Команда «Господа ювелиры» имеет самый популярный клубный паблик ВКонтакте. Ее капитан Владимир Серегин готов поделиться своими лайфхаками в авторской рубрике. Все говорят «Вован, а как привлечь болельщиков на поля?» Я честно не знаю, но зато я знаю, как можно сделать самый популярный паблик в МГУ футболе. Все очень просто. Сначала находишь от 8 до 15 инвалидов в МГУ, не обязательно на своем факультете. Дальше одеваешь их во что-нибудь. Если совсем проблема с формой, по классике, ну как в школе, светлый верх, темный низ. Мы, кстати, так и начинаем. Мерч «Господа ювелиров», да. Это нам дизайнер, посмотрите, друзья, дизайнер делал эмблему. Очень такая она, не похожа на другие. Мяч. Мяч типа голова, поняли, да? Типа мяч-голова и цилиндр, типа цилиндр. Вот. Продукцию. Мы хотели шарфы замутить. Без фотошопа, с пейнтом, с квадратными лицами. Вы хотите делать клевые подписи? Делать их очень маленькими, емкими и в стиле лурка. Короче, сборы должны быть регулярными. Если вы капитана команды, то ничто так не объединяет ваших игроков, как халявные сборы. Если вы поехали в буревестник со своими друзьями, футболистами, и там обычно в буревестнике, как-то самое распространенное, это кишечная палочка. И там объявляют, что каждый должен пить из своей бутылки. Вы устраиваете тренировку, упражнение называется карантин. Вы устраиваете себя в круг, берете 3 литра светлого и пускаете его по кругу. Тем самым закаляете дух и тренируете иммунитет. Виктор, в прошлом году, когда «Спартак» стал чемпионом России, Денис Глушаков, ее капитан, залез на машину и начал бурно праздновать, распевая песни и взаимодействие с болельщиками этой команды. Какое самое бурное празднование было у тебя в твоей жизни? Вообще, когда «Спартак» стал чемпионом, так как это твоя любимая команда и твои какие-то личные результаты? Я думаю, когда мы выиграли чемпионат Московской области. Ну вот, вообще два было события. Это чемпионат Московской области, но это было 13-14 лет было. И к нам на стадион, это было Селятина, по-моему, то есть такое не самое удачное место для болельщиков. Туда приехал, наверное, человек 500-600. То есть родители из той команды, из другой команды. Я играл против Вениграда, играл за Селятина. Мы выиграли чемпионат Московской области. Сколько лет тебе было? 13. И как ты праздновал? Ну, просто, вот действительно, как чемпионство Московского Спартака, болельщики выбежали на поле. И мы очень громко кричали, пели песни. И много всего было. Было шампанское, его разливали. Я думаю, какое шампанское, мне 13 лет. Добил в том матче? Да, 1-0 победили мы. Именно поэтому еще больше повод был радоваться. А когда «Спартак» стал чемпионом, что произошло? Ну, вот когда «Спартак» стал чемпионом, мы с отцом просто кричали на всю квартиру. А в это время мой маленький брат спал. Ну, и вышла глава семьи, в общем-то. И мы получили люлей с отцом, очень таких приличных. Но все равно радовались. Это того стоило? Да, это того стоило 100%. Вот четко, где ты играешь, в какой команде ты играешь в Кубке Ректора и в чемпионате ОПК? В Кубке Ректора мы сделали свою команду «Карт Бланш», если я не ошибаюсь, она называлась. Я не смог сыграть ни на этого матча, мы проиграли. Это команда «Сашка Жемель»? Да. А можешь, пожалуйста, назвать первое имя команды, которое вы хотели дать ей? «Анти-Иксо», по-моему, да, если я не ошибаюсь. «Анти-Иксо», а почему такое название? Почему именно «Иксо» был таким раздражителем для вас? Да не знаю, я просто всегда... Нет, есть причина, конечно, то, что они очень часто выиграли Кубок Ректора, я это видел, мне это попадалось на глаза, мне, если честно, это надоело просто. А хочешь, я тебе открою глаза, почему команда называется «Анти-Иксо», это будет такой эксклюзив. Почему она должна была называться «Анти-Иксо», потому что в свое время организатор вашей команды Александр Кожемяка очень хотел играть в команде «Иксо». Личная причина, на самом деле. Да, но, к сожалению, он не прошел отбор и хотел утереть нам нос. А как тебе вообще взаимодействие с партнерами, с кем больше всего нравится играть в команде? Именно в менеджменте? Да. Ну, вот чемпион этого года в чемпионате МГУ «Эконом», и там, оттуда, почти все ребята в менеджменте. И мне очень нравится со всеми взаимодействие. То есть они стали чемпионами, Кирилл Хусейнов, Дмитрий Хайдардинов. А ты слышал? Чемпионами? Да. Сто процентов. Я вообще в этом абсолютно уверен. Мне рассказывали, что я был не в курсе всего чемпионата МГУ, и мне говорят, вот мехмат и ВМК, это такой уровень. Просто вообще таких команд ни разу не видел. Мне говорили люди. Я посмотрел в групповом, вот они с какими-то неплохими командами играли, но их обыгрывали. А потом я увидел полуфинал, четвертый финал, финал, и все понял. Вить, все-таки, ладно, перейдем опять к тебе. А какие у тебя вообще задачи вот в этих турнирах? Ты их выиграть хочешь? Кубок Ректора и чемпионат УПК. Чемпионат МГУ – это сложнее. К Ректора нет особого желания, но было, когда мне сказали, что вот, будем играть, заявимся. Пройдем мы и без тебя, и без, ну, половины состава не было. Дборочные, не прошли в итоге, я подумал, ну, нафиг. А потом чемпионат УПК я очень хотел выиграть. То есть тоже, то же самое, такая же причина была, по которой я хотел выиграть, то, что там говорят, что много сильных команд. Скажи мне, пожалуйста, если тебе было предложено собрать свою команду, абстрагируясь там от Александра Кожемяка, да? На Кубок Ректора или на чемпионат УПК? Нет, просто на Кубок Ректора. Вот, твоя Dream Team, кого бы ты позвал мне и как бы назвал? Я Егор Гулевский, Антон Андрианов. Двое прекрасных ведущих, я думаю, его позвал. Ну, а наоборот, я Витя Жарова поставил бы. То есть, ну, вот, правильно же я посчитал? Я человек, ну, а еще, еще, нет, не еще одного, еще трех назови, пожалуйста. Ну, хотя бы какая-то глубина состава должна же быть. Егор Карасев, точно, очень хочу его видеть в команде. Кирилла Поткина, наверное, позвал бы. То есть, не Павел Аксенов, не Игорь Цилин? Ну, нет, я как раз хотел назвать Аксена. Вот, я думаю, Аксен Цилин, Поткин, если еще четырех называть. Потому что, ну, с ними я взаимодействую с Цилином и Аксеновым и с тобой, Гош. В первой четверке это просто... Я получаю от этого большое наслаждение, когда играю с вами. Комбинационный футбол это очень круто. Все в твоих руках, в следующий сезон, пожалуйста, создавай команду, мы ждем приглашения. Вить, у тебя был недавно опыт тренировок с профессиональной футбольной командой по пляжному футболу. Какие впечатления? Расскажи немного, что это был за опыт, для чего, как тебе вообще? Я пришел туда, я дико боялся, потому что такие люди, как Леонов, играют за этот клуб. Невероятный уровень, то есть, действительно, я думал, что я приду и смогу хоть как-то не потеряться здесь. Ну, это было невероятно сложно. То есть, мне помогали все, кто мог. Мне Шайков выстраивал песочную горку, что правильно, потому что я первую горку выстраиваю, бью по песку, у меня болит палец, все на меня смотрят, типа, боже мой, куда он пришел? Шайков поставил горку, я хоть в створ попал, я был очень сильно рад, это было тяжело. Вить, скоро Новый год, скажи, пожалуйста, ты с партнерами как-то его поздравляешь? Поздравляете друг друга, может быть, там, с партнерами по сборной МГУ? Традиции еще нет, традиции еще нет никаких, потому что только второй год сборной и первый Новый год, который я как-то близко к сборной вообще провожу. Но я думаю, что мы как-то отметим, наверняка соберемся, по спортивному кругу отметим. Егор Гулевский, главный организатор всех этих мероприятий, я думаю, он организует все как нужно. Да, какой самый необычный подарок, который ты получал в Новый год? Если честно, я не помню самый необычный подарок, но я помню самый запоминающийся. Я пошел вместе со своим отцом в футбольную секцию, в которую он меня записал предварительно. Я все время думал, на протяжении всего пути, что у него в пакете. А там оказалась футбольная форма и футбольные бутсы, которые я просто был дико рад, и в них сразу же начал играть. Это было просто что-то потрясающее. Я вот если с 7 лет это помню, то это невероятно запоминающееся событие вообще в моей жизни. В целом, первый бутсы. Сейчас, ребята, мы у нас играем в предновогоднюю игру. Они будут доставать подарки из этого мешочка и предлагать, кому бы они их подарили. Ну а для начала им придется на ощупь определить, что это за подарок. Ну и начинаем с гостя. Супер. Так, и что ты нащупал там? Это какая-то свистелка, я не знаю, что это за... Какой-то музыкальный инструмент, что ли, я не могу. Можно я его доставлю? Что? Что это вообще такое? Что это вообще такое? Ты разговариваешься? Я не знаю, что это. Ты что? Это же, чтобы контролировать степень накаченности мяча. То есть это измеряет давление в мяча. Давление измеряет. Измерение по вырустам. Нет, ну это подарок точно для Егора Гульевского, абсолютно точно. Это 100%. Я ему лично его подарил. Все, хорошо, можешь забрать. Все, все, прям его оставлю, Филоспинал. Так, можешь, теперь ты. Так. Какой резвый. Господи, я нащупал, я знаю, что это. Это корона. Корон? Да. Ох, здесь без вариантов. Оставишься. Конечно. Главная принцесса Журфака, как-никак. И... Тебе очень идет. Спасибо, я ее оставляю себе, прости, Гаш. Да, я не туда. О, но, видите, ты тут? Так, это что-то мягкое. А, я знаю, что это. Какая вещь. Это, короче, там мыло или что-то такое. Что-то вот такое. Да, я папа, это реально мыло. Ну, бить, помойся. Смотри, тебе два пакета. Давай теперь третий. Третий. Подержи. Это тебе не было. Ну, ты... Старичка вызвал. Это... Я не знаю, что это. Это яйцо? Что это вообще? Как не цветы. Почему опять? Второй подарок какой-то вообще подставной. Это спонжик наносить макияж. А-а-а, принцесса. Ты же, я знал. Да. Красиво. Можно ли? Да, конечно. Принцесса. Смотри так. Да, спасибо. Опаньки. Я нашел что-то на фетровое похоже. Знаете, на что похоже? На перчатку. Так. На перчатку для того, чтобы вот веник держать. Ну, давай. В туалетку. В туалетку. В туалетку. Да, да. Я, конечно... Я бы на твоем месте Данил Тришину бы. И Артем Холодкову. Да. Артем Холодкову либо Данил Тришину. Они любят спариться и... Вместе. Незапаренных людей, особенно на Данил Тришину. Поэтому мы передаем Данилу. Ах, там ничего живого нет, я надеюсь. Там нет. Что-то мягкое, похоже. Ну, это какой-то брелок. Смотрите. Нет, это не брелок. Это что-то пилин. Что-то пилин. Что-то пилин. Какая-то цепь. Короче, это какая-то мягкая... Мягкая резиновая игрушка с какой-то длинной цепочкой. О-о-о-о. Это такая... Это мне я мыться буду. Я... Да. Уже... Ну, это в каком-то смысле пробка, поэтому... Смотрите. Смотрите. Последний подарок. Я. Я принцесса. Я нащупал какую-то коробку. И сложно прощупать что в ней. Возможно, это какой-то ароматизатор для комнат. Я не знаю. Кофе для похудения. Ха-ха-ха. 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 Ээээ... Нет. Кофе для похудения я предлагаю Егору Гулевскому передать. Снова. Потом померят давление. Тут надо его слов. Да. Потому что он реально набрал лишний вес и как бы... Ну и ты не можешь не позаботиться. Да. И чтобы сборной Мехмата потом было легче уступать в чемпионате, я думаю, что вот этот кофе поможет ему стать лучшим абордером в сборной. Это... Я не знаю, что это в какой-то пачке. Вытянутый. Снизу меня. Я не знаю, что это. Честно. Это в какой-то пачке что-то мягкое. Давай сюрприз. Ой, это мило. Это мило. Это перчаточки новогодние. Я их оставлю себе, естественно. Это братьев. Это братьев. Это братьев. А, это кокол? Ааа. Ну рога точно сюда. Я думаю, Илья бы не оценила эту мешочку сейчас. Мы разобрали все подарки из нашего новогоднего мешочка и всех поздравляем со вступающим Новым Годом. Винь. Да. Какое желание загадаешь на Новый Год? Сдать сессию нормально. И главное мое желание пока что... Моя проблема? Мофея. Да, как ни странно, это такой миф о том, что проблем там не бывает. Я там действительно очень тяжело учиться. Как бы не звучало странно. Винь. Да. Ничего более высокого? Все приземленное. Сдать сессию. Любовь хочу найти. Как ты хочешь? Такой ответ услышишь? Да. Любовь найти. Золотой мяч. Семью крепкую. Сессию сдать. Но я не знаю, что я заделываю. А любовь и семья это две разные, да, вещи? Ну... Кому как. Так... Ладно, Витя, я хорошо. Такой тогда вопрос. Почему еще нет девушки? Ищу еще, знаешь, в активном поиске. Тебе. То есть... Хорошо, мы задавали этот вопрос Корнеевым. Клуб то место, где ищут девушек? Нет. А почему тогда каждую пятницу проводишь там? Это неправда. Не только пятница. Это неправда. Как неправда? Еще суббота, воскресенье, понедельник. Кто не строит глазки на феяре? Конечно. Как без этого? Как и тебе на журфаке, я уверен. Конечно, строит. Без имен, да? Без имен? Но ты не отвлекаешься никак. Ну, подмигнуть, конечно, сам Бог велел. Это обычное состояние. Так больше... Ничего более. То есть, ни кино ты не зовешь, ни в театр? Я не романтик, к сожалению. Ладно, Витя, мы тебе желаем удачи, чтобы все сбылось, что ты задумал, что ты перечислил. Золотой меч вряд ли остальное, я думаю, достижимо. Спасибо, что пришел. С наступающим. Спасибо, Витя, тебе, да, за этот прекрасный разговор. Спасибо вам тоже. С наступающим, парни. На этом наш новогодний выпуск «Оффсайда» подошел к концу. С вами были его лучшие ведущие Георгий Саркисов и Георгий Гусев. Пишите в комментариях свои футбольные пожелания. Самое интересное мы постараемся исполнить. С наступающим Новым Годом и увидимся в феврале. Вот. С наступающим новым Георгий 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 Георгий.